На связи Федор Васильев, мы с вами продолжаем знакомиться с Elementor Pro, с плагином. На момент записи этого видео я использую последнюю версию WordPress, это версия 5.2.3 и я использую последнюю версию Elementor, бесплатный Elementor 2.7.4 и Elementor Pro 2.6.5. Обратите внимание, что версии у них разнятся, то есть разные для бесплатного Elementor плагина и для платного. И в этом видео я хочу пройтись по общим настройкам Elementor Pro, так как они есть и с ними надо ознакомиться, прежде чем двигаться дальше. Я использую абсолютно чистый WordPress, то есть пока здесь ничего нету, абсолютно нету специальной темы, шаблона для Elementor. Вы видите, вот главная страница сейчас сайта выглядит так, обычная бесплатная тема, которая идет в составе WordPress. Естественно, платные версии Elementor Pro я также буду использовать, наверное, тему Hello от разработчиков Elementor для платного Elementor плагина. То есть в уроках я буду, скорее всего, тоже использовать. Это информация для тех, кто смотрел мини-сериал мой про бесплатный Elementor плагин. Я там использовал бесплатную тему Hello. Скорее всего, здесь я тоже буду использовать ее. Пока здесь ничего нету, то есть это абсолютно другой сайт и на абсолютно другом сайте, на чистом я запускаю серию уроков про версию Elementor. И все делаю на чистом, на чистовике, так скажем. И давайте знакомиться с Elementor Pro общей настройки. Смотрим в левую колоночку. Здесь есть, вы видите, от Elementor своя ветка настроек всевозможных. Также вот эти вот шаблоны, это тоже все относится к Elementor Pro. Мы будем с ними также знакомиться. Это вообще полезные вещи. В будущих уроках всего этого будем касаться. Смотрите, Elementor, дальше переходим здесь в настройки. И давайте смотреть, что здесь есть. Первое, общие настройки и типы материалов. Зачем эти галочки нужны? У нас появляется кнопка редактора в записях и в страницах. Что это такое? То есть, смотрите, если вот страницы, добавить новую. Если я нажимаю, у меня вот здесь вот есть редактировать в Elementor, да, кнопка. Если я на нее кликаю, у меня появляется возможность, по сути, строить контент через Elementor для страницы. Вот так вот. Если вам вдруг, например, мозолит эта кнопка глаза, и вы не хотите использовать ее в страницах, а только в записях, или наоборот, вы можете ее отключить. То есть, смотрите, вы просто снимаете галочку, например, в страницах. Нажимаете сохранить, и вот той кнопки, которая вам только что показала, ее не будет. Или наоборот, если вы в записях не будете использовать вообще Elementor, то оставляйте только для страниц. Или можете оставить все там и там, если вам как бы это не мешает, на ваше усмотрение. Отключить цвета по умолчанию. И подсказка. Отметка этого флажка отключит глобальные цвета Elementor и позволит ему наследовать цвета из вашей темы. Это если вы будете использовать какую-то тему мощную, которая имеет свои настройки по изменению цветовой гаммы на сайте. В Elementor, в теме Hello, которую я буду использовать в дальнейшем, там минимальное количество настроек, и там нет возможности менять цвета. Поэтому я не буду ставить эту галочку. Имеется в виду, если для совсем новичков, о какой теме идет речь. То есть в WordPress шаблон для сайта, они называются темами. И это у нас находится внешний вид темы. По умолчанию при установке WordPress у нас сразу доступны по умолчанию три темы WordPress бесплатные. Вот они три. Соответственно, мы здесь загрузим тему Hello, которую будем использовать. Естественно, вы должны понимать, что если вы будете использовать какую-то тему, которая вам нужна для Elementor, вы должны понимать, что тема должна поддерживать Elementor. Обычно это указывается на странице разработчика. Он показывает, что поддерживает эту тему Elementor или нет. Если тема, которая вам понравилась, вы хотите использовать в связке с Elementor для вашего сайта, не указана, поддерживается ли она Elementor или нет, то надо связаться с разработчиком и уточнить. Просто если вы новичок, и вы хотите как бы из коробки создать сайт на WordPress, используя Elementor, вы должны понимать, что если вы будете использовать тему, а не будет она поддерживать Elementor, у вас, скорее всего, будут какие-то несостыковки визуальные, какие-то проблемы на сайте, некрасивого характера, так скажем. Которую вы не сможете самостоятельно решить, если вы новичок. Поэтому нужно здесь понимать этот момент и использовать тему заранее, знать об этом, что эта тема поддерживает Elementor. Возвращаемся к теме урока, я возвращаюсь к настройкам. Отключить шрифты по умолчанию. Здесь тоже самая ситуация. То есть, если ваша тема достаточно мощная, она поддерживает смену шрифтов, и вы хотите использовать шрифты темы, то можно поставить эту птичку здесь. Здесь движемся с вами далее. Стили. Ну, смотрите, некоторых моментов мы можем даже не касаться. То есть, например, стандартные шрифты по умолчанию. Вот я пользовался этим плагином, да, сюда я даже не заглядывал. То есть, какие-то вещи здесь уже для профессионалов, и рассматривать мы их сейчас не будем. То есть, вот эти стандартные шрифты по умолчанию мы пока не будем рассматривать. Пропускаем этот момент, движемся с вами дальше. Просто некоторые моменты, они в глобальных настройках, возможно, они вам даже не понадобятся. У вас будет готовый красивый сайт, но вы некоторыми опциями даже пользоваться не будете. Поэтому, если вдруг в процессе создания видеокурса мне потребуются какие-то настройки, что придется касаться каких-то опций, которые редко, когда вам могут понадобиться, мы обязательно их коснемся. Но в данном случае сейчас, чтобы не перегружать, мы какие-то моменты будем пропускать. Ширина макета, то есть, ширина макета вашего сайта по умолчанию 1140 пикселей. Вот тоже этого момента я не касался, то есть, мне не надо было менять ширину, поэтому я сюда даже не заходил. То есть, просто, чтобы вы понимали, что такое ширина макета, но менять пока мы это не будем. Также, вы можете менять оступ между виджетами. То есть, смотрите, вот ширина макета и оступ между виджетами 20 пикселей. Это настройки по умолчанию, то есть, изначально ширина между виджетами будет 20 пикселей. Ширина макета будет по умолчанию 1140 пикселей. Опять же, менять это мы, скорее всего, не будем, поэтому мы это оставляем как есть. Следующая опция, вот растянуть секцию относительно body и селектор заголовка страницы, тоже пока мы этот момент пропускаем. А вот дальше, брекпоинт для планшета. Здесь надо понимать, что это такое. То есть, это брекпоинт, это точка остановки по-другому. Это та точка, где контент на сайте у нас будет меняться, то есть, перестраиваться для того, чтобы красиво он отображался, например, на планшете или на смартфоне. То есть, здесь прямо в подсказке четко написано. Задайте брекпоинт между ПК и планшетом. Макет для планшета появится ниже этого значения. То есть, когда разрешение, скажем, экрана ниже 1025, макет будет перестраиваться. И то же самое для смартфона. И я вам сразу хочу сказать, что эти значения я не менял в процессе создания сайта. Вообще, хочу отметить, что в Elementor очень мне нравится адаптивный мобильный дизайн. То есть, как подстраивается весь контент красиво под разные устройства. Я хочу сказать, что без каких-то лишних настройок, то есть, уже готово из коробки, мобильная версия смотрится достаточно хорошо на Elementor. То есть, практически мне не приходилось делать каких-то долгих, серьезных правок на разном устройстве, чтобы это смотрелось хорошо. То есть, буквально 2-3 каких-то щелчка мыши, и у меня практически весь мой контент уже хорошо смотрелся на планшете или на смартфоне. И сюда я даже не заглядывал. То есть, мы, если хотим поменять точку остановки, например, чтобы контент перестраивался не ниже 1025 пикселей для планшета, а после, например, 768, хотя это у нас уже смартфон. То есть, сюда, в принципе, мы, скорее всего, заглядывать не будем. То есть, менять эти значения мы, скорее всего, не будем. Дальше. Lightbox изображений. Открывать все изображения во всплывающем окне. И стоит птичка. Ну, если вдруг не надо, чтобы они открывались, мы птичку снимаем. Я эту также опцию не трогал. Движемся с вами дальше. И интеграции. Сюда, скорее всего, в процессе создания мы будем касаться здесь, на этой странице идет интеграция со всевозможными сторонними сервисами. То есть, если кто совсем новичок, не знает, что такое ReCAPTCHA, защитный код CAPTCHA, вы можете просто в Google посмотреть, что это такое. Это защита от спама, предоставляемого от Google. Вот это ReCAPTCHA. И они есть разные версии. ReCAPTCHA, ReCAPTCHA сейчас уже третья версия. И здесь нужно просто ключ создать в Google ReCAPTCHA и подставить его здесь, чтобы на сайте использовать защиту от спама от Google. Скорее всего, будем касаться. Сейчас просто бегло пробегаемся. И здесь, на этой странице, есть интеграция с разными сервисами. MailChimp – это американский сервис по ведению email-рассылки, то есть email-маркетинг. Здесь нужно ключ подписать, создать его, естественно, зарегистрироваться на MailChimp. И здесь его использовать, если вы будете использовать этот сервис. И много-много других всевозможных интеграций здесь есть. Пока это мы здесь не трогаем, движемся дальше. Расширенные. Опять же, здесь некоторые опции уже для профессионалов. И, скорее всего, когда вы будете создавать сайт, вы не будете пользоваться многими из них. Например, метод генерации КСС. То есть вы должны понимать, что такое КСС. Поэтому здесь мы эти опции пока не трогаем. Переключить метод загрузки редактора. Тоже особо сейчас вам в это вникать не надо. Тоже пропускаем. А вот иконки управления по умолчанию стоит скрыть. И на самом деле здесь удобно их показать. И, наверное, сейчас я сразу покажу, что это за иконки и на что это влияет. Потому что здесь это действительно может быть полезным. То есть когда у нас мы только установили Elementor, как бесплатную, так и платную версию, здесь всегда у вас будет стоять скрыть. И если мы включим показать, что это такое, давайте я вам сейчас покажу наглядно. Например, я перейду страницы, все страницы. У меня есть уже черновик здесь. Я кликаю сразу редактировать в Elementor, чтобы быстрее попасть в редактор. И, например, добавляю секцию. Вот смотрите. Вот эти вот элементы управления, да? То есть здесь у нас есть крестик закрыть. Эту секцию перемещать и по плюсу добавлять, например, либо шаблоны, либо новую секцию. Опять же, я надеюсь, что вы смотрели мой бесплатный мини-сериал про Elementor. Бесплатный Elementor, бесплатную версию плагина. Поэтому какие-то моменты, возможно, я буду бегло пробегать. Но, сами понимаете, нет смысла одно и то же из пустого в порожное переливать, когда материал уже есть. Соответственно, все, что я рассказывал в бесплатной версии Elementor, я буду бегло касаться. Поэтому, если вы смотрите это видео впервые и незнакомый с Elementor, я рекомендую посмотреть бесплатных 17 видеоуроков у меня на канале в YouTube. И о каких удобствах я хотел поговорить. Смотрите, некоторые вещи здесь спрятаны под правый клик мыши. Например, дублировать секцию. Если кликаю правой кнопкой мыши, у нас появляется контекстное меню с дополнительными полезными опциями. Например, вот дублировать. И было бы удобно, если бы здесь вот как-то вынесены были сразу иконки дублирования. Мне это намного удобнее. И смотрите, как это удобно работает, включается. То есть я возвращаюсь в глобальные настройки Elementor. И вот здесь вот просто включаю «Показать». И нажимаю «Сохранить изменения». Возвращаюсь в страницы, в редактор Elementor. И смотрим. Вот я навожу мышь на секцию. Вы видите, появилась иконочка дублирования. То есть не два клика будет мышь, а просто левая кнопка мыши нажимаю. И вот он дубликат. Еще при отключенной этой опции, смотрите, у нас есть вот такая иконка. «Редактировать колонки». То есть, видите, при наведении ничего не происходит. Также при включении этой опции, только лишь при наведении на эту иконку, смотрите, всплывают полезные опции. Дублировать колонку, добавить колонку и удалить колонку. Следующая опция «Включить загрузку SVG». Но SVG графика, это может быть, то есть векторная графика, это может быть SVG иконки, уникальные иконки для вашего сайта. Изначально стоит отключить и, внимание, разрешить загрузку любых файлов, включая SVG. Ну, что здесь, это влияет на безопасность, на ваше усмотрение. Будете вы использовать такие иконки? Нет. Если не будете уверены в этом, то включать не будем. Дальше добавить поддержку фонда Iverson 4. На самом деле это сервис иконок, бесплатных, как и платных. При создании сайта через Elementor у нас там будет плагин иконки, вы, наверное, уже знаете, кто уже пробовал, смотрел бесплатную версию. На самом деле эти иконки, они не загружены на сайт к нам. Они подтягиваются, как Google шрифты, так же, на сайт. Подтягиваются именно с этого сервиса. И здесь нам спрашивают, добавить поддержку фонда Iverson. Как бы, ну, я бы поставил «Да». Если вам это, конечно, о чем-то говорит, можете прочитать, что была раньше версия 4, сейчас версия фонда Iverson 5. Я выставляю «Да». Сохранить изменения. Следующие настройки мы будем более плотно касаться. Это Custom Fonts. Пока не перевезено на русский язык. В дальнейшем это будет тоже на русском языке. То есть это произвольные шрифты для сайта. Загрузка сюда. То есть какие-то свои шрифты хотите использовать. И это будет, кстати, правильно, чтобы не использовать Google шрифты, так как все это нагружает сайт. То есть сайт тяжелее, дольше грузится, когда мы используем подключение к разным сервисам. Это Google карты, это шрифты Google, это фонда Iverson иконки, это всевозможные счетчики на сайт. В общем, все, что стороннее ставится на сайт, это лайвчат и так далее. Это все будет, несомненно, просто нагружать конкретно сайт. То есть сайт будет грузиться дольше. И нам надо стремиться к тому, чтобы минимизировать и максимально использовать меньше всевозможного стороннего. Поэтому Custom Fonts я за это. Обязательно будем рассматривать. То же самое Custom иконки. Произвольные иконки тоже будем рассматривать также позже. Manager Raleigh. Мы тоже это будем рассматривать позже. То есть это управление тем, что ваши пользователи могут редактировать в Elementor. То есть, скажем, если у вас есть какие-то помощники на сайте, которые имеют ограниченный доступ к админке сайта, то есть какие-то задачи решать для вас на вашем сайте, тоже будем разбирать в следующих видео. Дальше. Инструменты. Опять же, для новичков, будете ли вы касаться некоторых опций, тоже я некоторые моменты буду опускать. Например, пересоздать KSS. Пока не надо в это вам вникать. Синхронизировать библиотеку. Мы этого коснемся обязательно, если это потребуется. То же самое для продвинутых. Это безопасный режим и панель отладки. А вот следующая опция будет достаточно полезна абсолютно для всех. Если вы использовали старый протокол HTTP, то здесь удобная опция, например, или вы домен меняете, то есть переезжаете с доменом по каким-то причинам на более красивый домен, или я не знаю, заблокировали ваш домен, все что угодно. Но, как правило, скорее всего, это будет переезд с HTTP на протокол HTTPS, так называемый SSL протокол. Здесь об этом сказано. То есть здесь удобная опция, здесь ставите свой старый адрес, здесь новый и нажимаете сменить. И должно безболезненно как бы перейти на новый адрес. Дальше. Контроль версии. Здесь есть возможность откатиться до предыдущей версии Elementor. Причем их вон как много. Если, например, вы обновились до новой версии, и что-то не ладится, что-то не работает на вашем конкретно сайте, пока разработчики там устранят. Это, конечно, если с ихней стороны косяк, проблема. Пока они устранят это в следующей версии, пройдет день, несколько дней, там, я не знаю, есть возможность откатить версию назад, чтобы у вас в данный момент все работало на сайте. Также здесь есть возможность стать бета-тестером, включить эту опцию и сырые версии получать, обновлять, чтобы смотреть, изучать и потом разработчикам отправлять. Найденные вами ошибки. Опять же, здесь рекомендуется на рабочий сайт это не ставить. Ну, у меня отключено. Если вы себе делаете сайт, вам это ничего не нужно. Режим обслуживания. Выбрать режимы. Есть три режима, ну, как два режима. Третий у нас просто отключено. И есть скоро откроемся. И, видите, у нас меняется здесь подсказка. Скоро откроемся возвращает код http200, означающий, что сайт готов к индексированию. И есть еще обслуживание. Режим обслуживания возвращает код http503. Поэтому поисковой робот понимает, что нужно вернуться через некоторое время. Не рекомендуется использовать этот режим более чем на несколько дней. То есть сайт уже у вас, например, индексируется. Он уже готов. Поисковыми машинами, да? То есть вы добавили сайт, готовый сайт в Яндекс и Гугл. Вы уже есть в выдаче. И вдруг какие-то на сайте ведутся у вас работы. И эти работы, например, в процессе, не надо, чтобы робот Яндекс и Гугл индексировал, то можно включить вот это вот обслуживание. И, соответственно, когда вот эти страницы обслуживания, их ниже, выбор шаблона можно настроить. Сейчас выбрать мы ничего не можем, так как шаблонов у нас нет. Чтобы включить режим обслуживания, вы должны установить шаблон для страниц режима обслуживания. Выберите выше или создайте. То есть выше это здесь. Выбрать нечего. Понятное дело, ничего не создано. Или создайте. Наверное, будем говорить в следующем уроке. Вот вы видите, здесь подсвечиваются как раз шаблоны. То есть заготовить готовые шаблоны для этих целей. И, возможно, в следующем видео, наверное, их как раз-таки и разберем сразу же. Чтобы сразу показать наглядно, как эти режимы здесь выбираются. И у кого есть доступ. Если это, выбираем произвольно. Роли администратора. Это вы. Есть еще эдитор, автор и другие роли. Опять же, скорее всего, рассмотрим, когда это потребуется. Пока здесь ничего не меняем. Следующая опция. Сведения о системе. Ну, здесь, опять же, для вас это абсолютно ничего не говорит. Приветствие. Это то окно, которое вы видите в самом начале, после установки Elementor. Сразу вам предлагают создать страницу. Если вам удобно, отсюда можно прямо отсюда создать страницу. Получать помощь я кликать не буду. Нас перебросит на страницу разработчика. Отдел помощи. И вкладка лицензия, где у меня показано, что статус активен. То есть, активная лицензия на этом сайте, на этом домене, где я смогу в дальнейшем показывать вам все прелести про версии плагина Elementor. Купить Elementor Pro версии вы сможете по удобной ссылке, которая находится в описании под этим видео. Также все полезные ссылки, которые вам могут потребоваться, находятся в описании под этим видео. На этом закончены настройки Elementor, основные настройки Pro версии. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok